Всем здорова! Сегодня будет ролик, в котором я дополню предыдущий свой видос про прорыв полевой траншейной обороны. В принципе, уже тогда можно было понять, что прорыв полевой обороны стал непростым делом, и по этой причине начался поиск новых, более эффективных способов прорыва. Естественно, что раз атаковать вражеские траншеи прямо в лоб бывает порой затруднительно, то почему бы не сделать, ну, например, подкоп под них? Примерно так же, как в те времена было принято делать при продолжительных осадах крепостей, которые как раз таки и не могли зачастую захватить в прямом штурме. Почему, собственно, и прибегали к подземной войне? Вообще, подземная война это отдельная и обширная тема, к которой я мимоходом еще вернусь, уже добравшись до Первой мировой. Но сейчас речь пойдет он применительно к тому, как подземная война могла способствовать прорыву полевой траншейной обороны, и в который уже раз это будет на примере гражданской войны в США. Завязка, в общем, тут следующая. В июне 1864 года войска северян начали осаду города Петерсберга, который прикрывал с юга город Ричмонд, столицу конфедерации. Но это была не осада крепости в понимании 18 или 19 века. Здесь была в который уже раз за годы гражданской войны позиционная война, в которой участвовали полевые армии, которые, соответственно, могли возводить только несложные полевые укрепления и траншеи. Я о них уже рассказал, что это были окопы, в которых мог в полный рост встать человек, что у них был бруствер из насыпи и бревна на нем, и перед ним еще был частокол с рогатками, чтобы замедлить пехоту противника. В общем, все как обычно. В то же время появилось и кое-что новое. Поскольку осада Петерсберга продолжалась около 10 месяцев до марта 1865 года, то в силу этого полевая оборона стала более совершенной, и теперь уже стали сооружать и земляные форты. В них, как правило, размещалась артиллерия количеством, ну не более чем одна батарея из 4, 5 или 6 орудий, и таким же небольшим гарнизоном в 70-100 человек. Хотя бывали и исключения, когда гарнизон мог доходить почти до 200 человек. Вообще, в принципе, артиллерию и раньше размещали в укреплениях, в коих существует, в общем-то, довольно много разновидностей. Но к середине 19 века и во времена появления нарезного оружия, они уже довольно основательно подустарели, поскольку они обычно были довольно большой высоты. Да и к тому же, чаще всего и рассчитаны они были на размещение сразу нескольких батарей, да так, чтобы людей туда вместилось чуть ли не несколько сотен и аж до тысячи человек. А американский земляной форт в этом смысле был более приземистым сооружением и не таким заметным, специально как раз рассчитанным на встраивание в полевую траншею. И, как я уже сказал, с небольшим количеством орудий и всего несколькими десятками человек гарнизона. Кроме того, и северяне, и южане и строили эти форты в больших количествах, потому что быстро пришли к выводу о том, что лучше, когда таких сооружений много, и они охватывают больший фронт обороны, нежели чем когда есть несколько здоровенных редутов. И в полевой обороне они нужны были для того, чтобы легче было остановить распространение противника по окопам вширь, вот в случае, если противник захватит участок передовой траншеи. Ведь форты и были рассчитаны на ведение круговой обороны. В принципе, на этой интересной схеме можно увидеть, как были расположены форты северян и южан при осаде Петерсберга. Причем здесь же видны и различия. Южане большинство своих фортов строило чуть позади основной траншеи, в то время как северяне выстраивали форты прямо в траншею. Но этот момент в немалой степени объясняется тем, что наступающей осаждающей стороной были именно они. И для них было важно подвести артиллерийские батареи как можно ближе к позициям южан. А ежели что, у северян вообще так была еще и вторая линия траншеи с фортами. Сейчас я явно забегу вперед, этак роликов на пять вперед, но могу намекнуть, что глядя на эти форты, и отчетливо виден небольшой акцент на узловой принцип обороны, а не простой линейный. Но об этом архиважнейшем моменте через те самые этак пять видосов. Ну и продолжая, также на схеме можно увидеть так называемые шеваль де фризе, или как-то так по-французски произносится. Но по-русски это будут уже упомянутые рогатки вот такого вида. И особенностью их по сравнению с обычным вкопанным частоколом было то, что рогатки можно было переносить на руках, и соответственно быстро поставить в нужном месте, чтобы замедлить вражескую атаку там, где вот не было времени на сооружение частокола. Ну и плюс также еще видны посты прослушивания. Это нужно было для того, чтобы своевременно обнаружить подкоп под своей позицией. Ну правда южанам в данном случае это не поможет, вот говорю забегая вперед. И вот как раз таки продолжая эту основную тему, вот после неудачного первого штурма Петерсберга и такой же неудачной попытки обойти город с юга, и было решено действовать по-другому. И так уж получилось, что командир 48-го пенсильванского полка Генри Плезенс был горным инженером, и соответственно имея необходимые знания, и предложил свой хитрый план вышестоящему начальству. Например, а почему бы не сделать подкоп, а заложить туда взрывчатку под передовую траншею конфедератов, и не взорвать ее? И собственно так и решили сделать. Ведь делать-то и так было нечего, и была масса свободного времени на эксперименты. Копать начали в конце июня 64-го года, и при этом надо учитывать, что никакого специального инвентаря и заранее заготовленных материалов для вот всех необходимых работ практически-то и не было, и пришлось изворачиваться самим. В частности, вот по мере отрывки туннеля нужно было укреплять стены с помощью древесины, дабы не было обвала. И древесину эту пришлось искать по окрестностям, разбирая попавшиеся на глаза деревянные сооружения. Далее и сама земля, вот которая извлекалась из туннеля. Ее же надо было как-то вытаскивать из туннеля, и для ее переноски наружу приспособили самодельные или же сподручные коробки, сделанные чуть ли не из коробок под печенье или крекеров. Поскольку работами руководил все-таки знающий человек, то шахту все-таки сделали как надо, вот с подъемом наверх, чтобы вот не было высокой влажности в туннеле. И сделали также еще и вентиляционную шахту, чтобы можно было нормально дышать в туннеле. И в итоге уже примерно через три недели, к 17 июля, туннель длиной примерно 150-160 метров был готов. Конечно, на этом и работа не закончилась, и потребовалось еще примерно две недели на то, чтобы отрыть дополнительные галереи, в которые уже как раз-таки и закладывали взрывчатку. Это порядка 320 мешков с артиллерийским порохом, а это ни много ни мало около 3,5 тонны взрывчатки получается. На картах вы можете увидеть, где именно проходил туннель, да и вообще очертания позиций южан и северян. Тем временем, южане вроде как начали догадываться, что что-то под их жопами может взорваться, и потому приняли некоторое количество ответных мер. Для начала они начали обстреливать из артиллерии место, откуда, как им казалось, туннель и рылся в их сторону. Кроме того, южане вроде как даже начали рыть в ответ контргалерея. То есть сами начали рыть землю в сторону туннеля северян, чтобы вот подслушав и обнаружив его, самим заложить взрывчатку у него и тем самым взрывом обвалить. Но к этому южане все-таки отнеслись не очень серьезно, и как следует подобные работы не проводили, почему я и говорю вроде как. Ну и наконец в паре десятков метров была прорыта на всякий случай еще одна траншея, но насколько я понял, из-за своей близости она впоследствии тоже попала под взрыв. Взрыв, кстати, был произведен 30 июля, так что тут видно, что на все про все, на все работы потребовалось примерно один месяц времени, и это, в общем-то, довольно быстро, тем более, что, хотя на самом деле торопиться-то, в общем-то, было и некуда. В этом особенность позиционной войны, которая и давала время на то, чтобы придумать что-нибудь, что может прорвать оборону противника. Но, разумеется, подкоп это не сама цель, чтобы что-то взорвать под противником и нанести ему потери. Взрыв нужен для того, чтобы уничтожить защитников, находящихся вот на участке, где тут же будет атака. И вот эту атаку тоже нужно соответствующим образом обеспечить. И, во-первых, для этого северяне приняли меры к тому, чтобы отвлечь силу южан вот с участка прорыва, и для этого было решено устроить демонстративную атаку в другом месте. Здесь это по карте хорошо видно. Вот здесь, в флосе 9-го корпуса Бернса, это северяне рыли туннель под позицию южан. А в это время демонстративная атака была запланирована севернее, у небольшого городка Дип-Ботом, для чего через реку Джеймс туда направили 2-й корпус Хэнкока и 2-й кавалерийские дивизии. Помимо демонстративной атаки, они также должны были захватить высоты Нью-Маркет и Фасселс-Милс. И хотя атаки северян на них, в общем-то, провалились, но это все-таки было не главным, что должен был сделать 2-й корпус и 2-й кавалерийские дивизии. Главным было то, что, в общем-то, демонстрация удалась, и в ответ на это южане отправили к Дип-Ботом 2 своих дивизии, дивизии генералов Хэта и Андерсона. И в результате получилось так, что на позициях южан, вот непосредственно возле Петерсберга, осталось только около 18 тысяч человек в 3-х дивизиях и нескольких бригадах. И это на протяжении ни много ни мало 10-ти миль траншей. А непосредственно у воронки находилась только одна дивизия Джонсона, а южнее дивизия Махоуна, которая сыграет решающую роль в будущем сражении. А напротив них было около 65 тысяч федеральных войск. Так что в плане обеспечения внезапности, вот тактической и оперативной, все, в общем-то, было более или менее соблюдено. Но на самом деле здесь уже в немалой степени затрагивается более высокий оперативный уровень. Хотя тогда так еще не говорили. Но все-таки вот возвращаясь непосредственно к самой атаке на позицию конфедератов. Изначально к атаке готовили цветную дивизию Феррера. Цветную, в смысле, негритянскую, из черных людей. И при планировании учитывался очень важный момент. Это то, что предполагалось, что атака пройдет не через зону взрыва, а слева и справа от эпицентра. То есть предполагалось, что одна бригада дивизии пойдет слева от воронки и, достигнув траншеи, южан тут же отправит один из полков расширять прорыв вдоль траншеи. А остальные полки бригады пойдут дальше в прорыв. И то же самое будет со второй бригадой, которая точно так же пойдет справа от воронки. И опять же отправят один полк на зачистку траншей и расширение прорыва, а остальные полки пойдут дальше и разовьют наступление до Иерусалимской дороги. А при случае зайдут и в сам город Петерсберг, если все будет хорошо. То есть северяне должны были пройти по краям воронки, которая образовалась бы после взрыва. Конечно, в этом случае атака также приходилась бы на траншеи южан, но все же это была бы атака на ослабленные взрывом позиции. Ну и плюс также одновременно с этим, атаку дивизии Феррера должны были с флангов поддержать дивизии Вилкокса и Поттера. Но они не должны были осуществлять прорыв, они должны были только содействовать атаке путем простой демонстрации и перестрелкой с южанами. И только после основного прорыва проследовать уже за дивизией Феррера. Соответственно, основная подготовка к прорыву осуществлялась именно цветной дивизией Феррера, для чего ее отвели в тыл для проведения учений вот по стремительной атаке до траншей. И все бы хорошо, но далее начались фокусы. За день до наступления вышестоящее командование все-таки решило, что, ну, не стоит доверять такую задачу цветным черным людям и лучше отправить в атаку белых людей. В частности, дивизию генерала Лидли. Только вот белых людей к этому предварительно не подготовили, не провели соответствующее учение и вообще, наверное, самое главное, не довели до офицеров и командований дивизии замысел и важность всей атаки. Тут я немного раскрою другую тему. Впоследствии, уже после провала атаки, генералу Лидли припомнили, что во время атаки он бухал в ТУ, то ли один, то ли вместе с Феррера, ну, тем самым командиром цветной дивизии. А то и вовсе Лидли был вообще в глубоком ТУ в борделе. Ну, тоже бухим, разумеется. Уж не знаю, так это или нет, но даже если так, на самом деле, учитывая метание на тему, а кто же должен атаковать позиции конфедератов, это порождает не меньше вопросов и к вышестоящему командованию, командиру корпуса и вообще к штабу и командованию Потамакской армии северян, генералам Бернсейду, Гранту и Миду, которые так херово организовали штабную работу, взаимодействие, да и просто вот личные взаимоотношения между командирами, что они не смогли обеспечить присутствие командиров в самый ответственный момент, в нужном месте и в нужное время. Вообще, отвлекаясь, замечу, что это довольно распространенное явление в военной истории в любой исторический период, когда даже командиры довольно высокого уровня зачастую были не в курсе гениальных замыслов вышестоящего начальства, зачастую, что характерно действительно гениальных и без кавычек, но которая оповещала всех в самый последний момент о том, что надо сделать, но не поясняя, зачем это надо сделать. Хотя, чем выше уровень командования, тем четче и доходчивее надо раскрывать суть и замысел предстоящих операций, и об этом даже в уставах написано, а иначе начинает происходить всякая херня и несогласованность, особенно если при этом что-то менять прямо на ходу. И зачастую уже после вот того или иного события, только потом до многих участников и командиров доходило, что оказывается им отводилась решающая роль в той или иной операции. А они-то и не знали об этом, но выясняется это уже потом, после провала. И в случае с боем у воронки это был как раз тот самый случай. Генерал Лидли и солдаты и офицеры его дивизии знали только то, что они должны произвести атаку на позицию южан после какого-то там взрыва. Но некоторые важные особенности операции не были учтены при этом, и не были должным образом проработаны, как это было с негритянской дивизией Феррера. И вот здесь по порядку о недостатках атаки. Во-первых, сначала были проблемы с тем, чтобы просто подорвать заложенную под позицию южан взрывчатку. Это оказалось сделать не так просто, и вместо того, чтобы произвести взрыв в 3.30 утра, он произошел примерно в 4.40 в 5 утра. Но впрочем это едва ли можно назвать большим недостатком. Главные проблемы были впереди. После взрыва образовалась, естественно, здоровенная воронка, и имела она глубину примерно в 9 метров. От самого взрыва погибло тогда примерно 250-300 конфедератов. И тут проявился очень важный момент. Да, непосредственно в зоне взрыва южане оказались в замешательстве, но на более высоком уровне командования мощнейший взрыв тут же поставил всех командиров южан на голову, и командующий Северо-Вирджинской армии генерал Роберт Ли тут же отправил к месту взрыва бригады дивизии генерала Махолана, дабы сразу предупредить возможную атаку северян. И сделано это было очень быстро, ибо сразу стало ясно, что произошло нечто экстраординарное, и лучше сразу стягивать войска к месту взрыва. Это важно, потому что зачастую многие провалы в военных операциях происходят из-за того, что у командиров начинается метание по поводу того, а какое же решение принять и что вообще делать. И особенно часто так бывает, если не хватает информации, но тут же сама обстановка и ситуация практически интуитивно подводила южан к тому, что нужно делать. И вот этот момент критическим образом наложился на то, что северяне в свою очередь потратили слишком много времени на то, чтобы после взрыва произвести атаку. Дивизии Лидли потребовалось несколько десятков минут на то, чтобы вот просто перебраться через свои же траншеи до ничейной земли. И произошло это в немалой степени потому, что у них не было заранее приготовленных для атаки деревянных настилов. Тут я покажу фотку уже времен Первой мировой войны, на которой подобный настил отчетливо виден. Хотя тут скорее это уже даже небольшой мостик. Но суть, я думаю, понятна, что солдаты просто перебегали по ним дальше и при этом не спускаясь в траншеи. И такие приспособления были у солдат дивизии Феррера. Но вот именно нечто подобного не было у солдат дивизии Лидли. И в результате солдаты вынуждены были тратить время и силы на то, чтобы сперва спуститься в траншею, а затем выбраться из нее и продолжить атаку. И по различным данным, так требовалось сделать как минимум один раз с передовой траншеей. И если бы речь шла об одном или нескольких солдатах, то это не проблема. Но здесь была целая дивизия в несколько тысяч человек. И именно на это и ушло много времени. А затем еще нужно было, естественно, и добежать до позиций конфедератов. А до них было примерно 150-170 метров. И тут последовал второй и, наверное, самый фатальный провал, в котором и видна неподготовленность атаки. Это то, что дивизия Лидли атаковала не слева и справа от воронки, а пошла в атаку прямо в нее, через эпицентр взрыва. Причем это произошло едва ли не спонтанно и интуитивно. Раз надо атаковать, то атаковать, по-видимому, в том месте, где и рвануло. Ну, логично же. А вот на самом деле и нет. Как я уже сказал, глубина воронки была около 9 метров. А это означало, что атаковать через нее может оказаться не таким простым делом. Воронка как раз-таки из-за своей глубины сама по себе окажется серьезным препятствием, которое остановит атаку. И именно так и произошло. Тут я напомню, что изначально план с подрывом был предложен горным инженером, вот командиром полка Плезанцем. И еще рядом горных инженеров и шахтеров, привлеченных к этой задумке. И этот момент с глубиной воронки ими был учтен при подготовке дивизии Феррера. Почему она и должна была атаковать по сторонам от воронки, обтекая ее. Но солдаты и офицеры дивизии Лидли этого не знали. И пошли прямо в воронку, которая остановила их атаку. Вот здесь как раз-таки и проявляется хреновость взаимодействия и штабной работы. А дальше началось примерно то же, о чем я говорил в прошлом ролике. На очень небольшом пространстве оказалось слишком много людей. Из разных полков и бригад вот в одной большой толкучке. И в которой офицерам среди криков и выстрелов практически невозможно было что-либо сделать и как-либо командовать, направить людей куда-нибудь. И тут так и произошло. Образовалась огромная неуправляемая толпа. А в это время южане начали стягивать войска к воронке и, занимая выгодную позицию, сверху просто стрелять в солдат дивизии Лидли. И в ходе примерно 4-5 часового боя южане обстреливали северян в этой воронке. Причем еще один характерный момент. Прямо в воронку и в затылок вслед за дивизией Лидри была отправлена в атаку и дивизия Феррера. Но это уже мало что решало, потому что и вновь подходящие подразделения также теряли управляемость и только увеличивали размер толпы и общие потери. От этого эффект был уже ровно противоположный. А дивизии Вилкокса и Поттера, которые стояли на флангах, также не могли ничего сделать. Да, они в конце концов подошли к передовой траншеи южан и даже едва не обошли воронку. Но по сути это произошло слишком поздно и они по сути только вели перестрелку с южанами, которые уже успели постепенно стянуться к полю боя. И на этом, собственно, все и закончилось. Через несколько часов буквально. По разным данным, потери южан составили от 1000 до 1400 человек. И из этого числа убитых было в районе 350-400 человек. И большинство из них погибло именно при взрыве. В это же самое время северяне, по разным данным, потеряли от 3700 до 5800 солдат, убитыми и ранеными. Ну и на этом я буду завершать. Касательно боя у воронки, тут могу посоветовать посмотреть отрывок из художественного фильма «Холодная гора». Только не путайте с горбатой горой. В «Холодной горе» в начале фильма есть хороший отрывок про этот самый бой у воронки или бой у кратера. Ссылку на эпизод оставлю в описании и в своем комментарии. В общем, я думаю, что с подземной войной здесь все более или менее понятно. Наверное, самое главное это то, что на самом деле подкоп под позиции противника не является нормальным и стандартным вариантом прорыва обороны. Это скорее исключение, на которое можно пойти только тогда, когда делать вообще нечего и почему бы не попробовать. Но рассказать про это все-таки тоже надо было. Да и плюс привести еще один пример наступления на окопавшегося противника. Ну просто для полноты картины и вдобавок к прошлому ролику про атаку Аптона при Спотсилвении. Ну а в следующем ролике я поднимусь на уровень выше и постараюсь рассказать про то, как подобных ситуаций с лобовыми атаками вовсе старались избежать. В общем, пишите комментарии, ставьте плюсы, лайки, раскидывайте видос везде, где только можно и до скорого. Субтитры создавал DimaTorzok